Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Мне поступило несколько, два или три вопроса по поводу методики УСК. Надо сказать, что этой методикой я пользуюсь уже более 18 лет. Это абсолютно 100% работоспособная методика. На данный момент вы на своих экранах видите результат, полученный буквально совсем недавно. 4, 12, 2018. 10 часов 45 минут методика была пройдена человеком. Это мужчина, 50 лет, занимающий высокий статус, высокую должность. То есть это руководитель крупного предприятия, ему 50 лет. И соответственно тут удалены персональные данные. Хочу показать следующее, непосредственно профиль. Видно, что профиль носит интернальный локус контроля. То есть общая интернальность очень высока. 8 баллов. И соответственно по остальным шкалам та же самая картина. Хочу сказать следующее. В связи с теми вопросами, которые мне задали. Шкалы, различные шкалы. Частные, ну то есть не общая интернальность. И понятно, что она очень четко отражает ту интернальность. Интернальный локус контроля или экстрональный локус контроля человека. Очень точно отражает. На нее можно ориентироваться со стопроцентной вероятностью. Так же как и по остальным шкалам. И эти шкалы, разные шкалы. Вот интернальность в области достижений, неудач, семейных отношений, производства, межличностных отношений, здоровья. Они очень-очень сильно коррелируют с гендерными различиями. То есть у мужчин и у женщин эти шкалы достоверно различаются. То есть у женщин более высоко, допустим, интернальность в области, интернальный локус контроля, высокие показатели по семейным отношениям, интернальность в области семьи. У мужчин в среднем, и это очень хорошая корреляция с полом мужчин, да, она несколько ниже. Но тоже различия существуют. Как правило, у женатых мужчин интернальность, интернальный локус контроля преобладает. У мужчин вне брака или же возрастных мужчин, то есть с возрастом тоже очень хорошо коррелируют эти шкалы, она, значит, несколько ниже. Надо сказать следующее, очень интересный факт, очень интересный факт. Обратите внимание на шкалу проинтернальность в области производства, то есть деятельности непосредственной. Работы, если угодно, человека. Это очень важная, одна из наших самых важных шкал, на которую мы обращаем внимание, в первую очередь, в силу того, что работаем с крупными предприятиями в России, в оценке их профессиональной надежности, функциональной адаптации. Соответственно, эта шкала, как правило, к сожалению, очень хорошо или к счастью ли, очень-очень-очень хорошо демонстрирует то, насколько человек ответственен. И да, и я сам, и мои коллеги даже не сомневаются, когда видим низкие показатели по этой шкале, мы говорим о экстернальном локус контроля. Плохой работник с улыбкой, с полуулыбкой. Если мы видим высокие показатели по данной шкале, шкале производства, деятельности, работы, как угодно ее можно назвать, мы говорим, да, ответственный, надежный, продуктивный работник. То есть он вкладывает свои силы, свои мозги, свои физические какие-то навыки, способности в ту работу, которую он осуществляет, в ту работу, которую он проводит. Очень-очень хорошо коррелирует с общей ответственностью. То есть мы видим человека, исходя из анкетных каких-то данных, из его карьерных каких-то показателей, из бесед с ним. И четко можем скоррелировать как на опытном, чувственном таком восприятии человека, так и на корреляционных. Мы очень внимательно ее обсчитываем статистически, эту шкалу, поскольку она для нас в некотором смысле является определяющей ведущей, поскольку работаем в производственной, так скажем, в кавычках говоря, сфере. Оценивая атомщиков там и так далее, и так далее, и так далее. Вот таким образом можно проинтерпретировать эту методику. 100% работает. Работает каждая из этих шкал, работает шкала общей интернальности, повторюсь, и работают и остальные шкалы. И очень хорошо с этой методикой работать в статистическом плане, то есть делая какие-то выводы об общении на уровне статистических корреляционных связей. Попытайтесь сами, вот если вы работаете, но она очень популярна, распространена в силу своей достоверности. Я бы ее вообще поставил на второе место, условно говоря, после того же ММПИ или, может быть, методики 16-факторный личностный опросник КТЛ. Она где-то на третьем, втором месте находится по возможности четко понять, что же из себя человек представляет в плане своей непосредственной профессиональной деятельности, если говорить о шкале производства. Ну и по остальным шкалам, опять же, да, в семейных отношениях, в том, куда человек и как стремится, в области достижений, неудач, да, берет ли он на себя ответственность за значимые события в своей жизни. В области, опять же, шкала внутри методики, да, надо упомянуть и сказать об этом, что шкалы между собой тоже хорошо коррелируют. То есть посмотрели на общую интернальность, поняли, да, то есть кто преобладает экстернальный локус контроля, низкие показатели, интернальный локус контроля, высокие показатели. Посмотрели на шкалу производства, интернальность в области производства, деятельности, работы. Сравнили эти показатели с интернальностью неудач, и когда мы видим сочетание седьмой шкалей интернальной сферы производства и низкие показатели интернальной сферы неудач, то тут вообще туши свет, да. То есть человек не просто неответственен, если мы видим низкие показатели, но он еще и не берет на себя ответственность за то, что это он совершил, да. Он говорит, нет, это не я, то есть вот то, что у меня что-то получается или не получается во всем, в работе, в частности, если вот говорить по шкале в области производства, я беру на себя ответственность в неудачах или неудачах. То есть шкала вот третья, можно сказать, интернальность в области неудач, очень хорошо коррелирует с интернальностью в области производства, равно как и с другими шкалами, да. То есть в межличностных отношениях, в семейных отношениях, интернальность в области здоровья, это вообще отдельная песня, отдельный разговор. Или же мы ходим, видя высокий показатель по шкале интернальности в области здоровья, мы идем к специалисту и просим у терапевта Марьи Ивановна, дай таблетку, здоровым хочу быть. Или же мы берем ответственность на себя и начинаем заниматься спортом, кататься на велосипеде, бегать по утрам, обливаться холодной водой. То есть или же мы интерналы берем на себя ответственность за свое здоровье, или же мы экстерналы не берем на себя ответственность за свое здоровье. То есть вот здесь вот у нас низкий показатель, и мы возлагаем ответственность за свое здоровье, за свою жизнь фактически, да, за самое важное, что мы желаем перед Новым годом, за здоровье, да, то есть как бы будьте здоровы, желаем мы часто, а человек говорит, нет, извините, я за это не ответственен, если мы видим низкие показатели. Вот здесь, соответственно, Мария Ивановна, терапевт, там, я не знаю, хирург, кто угодно, но только не я сам. Очень значимый и важный показатель, и это очень хорошо и на практическом, и на теоретическом, и на статистическом уровне коррелирует с другими шкалами методики УСК. Великолепная, 100% работающая методика, берите ее себе на вооружение, работайте с ней то ли в бланковом варианте, то ли в автоматизированном, она очень краткая, четкая, точная, надежная. На этом все, благодарю вас за внимание, пишите вопросы под этим видео, если таковые возникнут, пишите мне на почту, всегда рад буду общению с вами. На этом все и удачи вам!